Я думаю, что делала бы я, когда б меня на казнь приговорили, на казнь позорную средь бела дня перед людьми на крест бы пригвоздили и били бы меня по голове, плевали бы в лицо, смеяся и кривляясь, смесь желчи с уксусом и спить давали б мне над жаждой моею, издеваясь. Проходит холод смертный по спине, когда на миг мое воображение рисует что-нибудь подобное себе, хотя я и достойна осуждения. А он, Христос невинный, за меня, был осужден на крест и поношенье, и то, что понести должна была бы я, понес он сам в смиренье и молчанье. Я вижу сад на камне в темноте, Христос в мольбе, чело в поту кровавом, себя готовит к смерти на кресте, а я уснула в стороне направо. Потом я вижу воинов в толпу и факелов, горящие, зловещее горенье, и я с толпой кричу «Распни ему!» И в его взоре вижу всепрощенье. Я вижу крест и на кресте Христа, и слышу смех, хулу и оскорбление. Мой дух поработила слепота, не вижу, что свершается спасенье. Но нет покоя, сердце знает все. Он умер за меня, и в этом нет сомнения. Я сердце даю ему свое, и из его руки беру прощенье. Какой восторг! Мой Бог, Спаситель мой, пришел с небес, и жизнь дарует людям. Как велика любовь, и дар его святой, и кто его приняв, о нем забудет. О, если ты еще в толпе кричишь, и слеп твой дух, как мой был слеп когда-то, или, может, в стороне ты крепко спишь, проснись, приди к Христу, и стань братом. Аминь.